В Новоиской области реконструировано и сдануло эксплуатацию административное здание Национальной гвардии. Условия созданы на уровне, позаботились обо всем, вплоть до полезного досуга военнослужащих. Джамши Цуатов расскажет подробности. На торжественной церемонии открытия здания приняли участие командующие Национальной гвардией, хаким Новоиской области, сенаторы и руководители областных секторов, представители общественности и силовых структур. Особую атмосферу мероприятий придали мелодии в исполнении военного оркестра. Положительные впечатления произвели и выступления военнослужащих, праздничное представление детей под лозунгом «Мы – будущие гвардейцы». Также на мероприятии группа военнослужащих и сотрудников, добившихся высоких результатов за время службы, самоотверженностью и преданностью ставших примером для своих товарищей, была торжественно награждена почётными грамотами и нагрудными знаками. Ценные памятные подарки были вручены также специалистам и сотрудникам, принимавшим активное участие в строительстве и сдаче этого здания в эксплуатацию. «Сегодня счастливый день для меня и сослуживцев, так как новое здание со всеми условиями сдано в эксплуатацию. Я уже два года служу в рядах Национальной гвардии и наряду с этим занимаюсь вольной борьбой. От имени личного состава хочу выразить благодарность за созданные для нас возможности и условия». После церемонии награждения гости ознакомились с созданными здесь условиями и удобствами. Дежурная часть, комната наблюдения и другие разделы оснащены современным техническим оборудованием, служащим для повышения эффективного выполнения военнослужащими своих обязанностей. Для повышения профессиональных знаний и качеств сотрудников для занятий спортом в здании имеются библиотека, учебные классы, тренажёрный зал, духовно-просветительский кабинет, комнаты социального обслуживания. Также имеется общежитие и медицинский пункт, укомплектованный бытовой техникой и имеющий все удобства. Расположились здания и комнаты для приёма граждан, оборудованные в соответствии с современными требованиями. Нужно подчеркнуть, что в данном здании в целях выполнения пяти важных инициатив и всестороннего вовлечения подрастающего поколения организованы спортивные секции, кружки музыки, рисования, компьютерных технологий, а также чтения, где будут заниматься не только дети военнослужащих и сотрудников, но и молодёжь, живущие в этом районе. Словом, в таких обновлённых объектах военнослужащие с ещё большим воодушевлением будут служить на благородном пути, как сохранение мира в нашей стране и защита интересов народа.